Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Должна была сегодня начаться торговля юанями на московской бирже. Она начнется и юань, собственно говоря, остается единственной валютой, которой там будут торговать, потому что все остальные валюты смылись оттуда. Нельзя, не дают, просто не будет торгов. Московская биржа забанена в дребезги, как и Санкт-Петербургская. То есть все, ее не существует с точки зрения доллара, евро, фунта стерлядей, иены и так далее. Забудьте. Австралийские доллары, ну и все остальное. Гонконгские доллары, забудьте. Но вот юань остался, и расисты такие, ну мы теперь уже развернемся, значит мы будем это самое. Ну, во-первых, торговля только юанем, это знаете, это только страна-сателлит, может торговать только одной валютой. И да, получается, что ты полностью зависишь от Китая, полностью, у тебя нет самостоятельности. Вот как Китай захочет, так и будет. Это первый момент, то есть забудьте о том, что вы сверхдержава. Второй момент сразу же вытекает из того, что я уже сказал, что вы становитесь сателлитом, не имеющим права голоса, от слова вообще сейчас к россиянам. Так вот, что я имею ввиду, смотрите. Дело в том, что уже пошли голоса, как из Пекина, так и из Москвы, о том, что Китай может запретить торговлю юанем и на московской бирже. По вполне объективной причине. Дело в том, что смотрите, в качестве вторичных санкций, куча китайских банков попали под санкции. Да, окей, вы сейчас скажете, что эти банки, которые попали под санкции, это дочки московских банков, московицких банков, которые вот там ВТБ, как у вас там, у нас еще от банка, у вас Сбербанк, Сбербанк и так далее. Это их дочки. Да, это, конечно, их дочки, тут я не спорю, но это китайские юридические лица. Это китайские компании, которые действуют на территории Китая. Да, они имеют материнские компании на России. Но это китайские компании, которые попали под санкции уже. И вот сейчас уже все громче и громче голоса о том, что Китай, скорее всего, может запретить торговлю юанями на бирже, на московской, на забаненной, просто потому, что он не хочет вторичных санкций. Они увидели, как вот так вот лихо влетели российско-китайские банки, которые находятся в Пекине, еще раз говорю, под санкции. И им это даром не надо, чтобы все остальные банки повлетали под санкции. Напомню, что если брать торговлю с Европой, с Штатами, Австралией, Новой Зеландией, Японией, то это, наверное, 70% торговли Китая вообще с внешним миром. А без этой торговли Китаю, собственно говоря, хана, вообще не выжить. Рисковать, еще раз говорю, торговлей громадного большинства своего бюджета ради торговли 1,8% с России, даже сейчас меньше, потому что ничего, какая там торговля, топинамбуром, хрящами, еще чем-то там. Газ даже не хотят покупать. Вот, то есть, ну, блин, это не серьезно. Зачем им подставляться? Так что, говорят сейчас, что в Москве, что в Пекине, о том, что вот эта торговля юанями, она будет очень краткосрочной, и в один прекрасный день ее просто прихлопнут. То есть, достаточно будет отдельного окрика из Вашингтона, что, мол, китайцы, прекращайте, потому что... Потому что будет, как со всеми остальными, кто торговал с московской биржей. И они вот так вот сделают шлеп и скажут, нет, торговлю юанями на московской бирже не будет. Ну, тогда останется торговля, как говорится, зимбабвийскими долларами. Кстати, классная вещь, там триллионы, триллиарды уже какие-то пошли. А, я забыл, зимбабвийские доллары в 2015 году отменили, там сейчас тоже доллары США, поэтому Зимбабве не получится. Ну, тогда, а чем можно еще поторговать? Непальская рупия, хорошие деньги, кстати. Если что, можете купить, наторгуйте непальскими рупиями, купите в Непале высокогорного слона.